МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это и многое другое в нашей программе. Несколько интересных фактов о такой древней и загадочной стране, как Египет. Удивительно, но река Нил является единственной рекой государства Египет, делящей его на две части – верхней и нижней. Практически 90% страны – это пустыня, где изредка можно встретить лишь представителей немногочисленных кочующих племен. Считается, что именно египтяне первыми в мире изобрели многие привычные для нас сейчас вещи – расчески, антибиотики, чернила, косметику, дезодорант, бумагу, ключи, замок, ножницы и так далее. Египет – единственная страна в мире, на чьей территории расположены пирамиды, последняя из чудес света, дожившая до наших дней. Египет является самой населенной страной на Ближнем Востоке и занимает 15-е место в мире по количеству проживающих в нем людей. Действительно удивительная страна. Колыбель – одно из древнейших цивилизаций. Тем, на мой взгляд, будет интереснее выставка, которую каждый из нас может увидеть в Гомельском дворцовом парковом ансамбле вплоть до 2 марта. Сокровище древнего Египта – это международная передвижная выставка. Гомель стал первым и единственным областным центром, который смог лицезреть эту выставку. Что ж, предлагаю уже, наконец, окунуться в тайны древнего Египта. Привет всем! Я Сезанна Чванькова. И сейчас с замиранием сердца я подхожу к центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей. Особые чувства переполняют сердце, ведь даже соприкоснуться с частичкой сокровищ древнего Египта – шанс, который выпадает далеко не каждому. Посетители выставки могут увидеть более 200 экспонатов, копии известных артефактов, которые рассказывают историю древнего Египта, от повседневной жизни до мореплавания, военного дела, строительства, религий, секретов мумификации, а также основных династий и Тутанхамона. Добрый день, дорогие ребята! Я рад всех приветствовать вас во дворце Румянцевых и Паскевичей на выставке «Сокровище древнего Египта». А мы с вами находимся на втором этаже дворца, где расположилось более 200 экспонатов, раскрывающих и рассказывающих жизнь, историю этой страны. В середине нашего зала вы можете увидеть копию скульптуры, которая называется «Сфинкс». Я думаю, всем вам хорошо известно, что это была составная часть тела льва, голова могла бы человека, либо какого-то другого живого существа. Но это не тот сфинкс, который сегодня многим известен туристам с отбитым носом. У нас он, кстати, представлен в одном из залов в небольшой витрине. А это сфинкс, часто изображаемый, скажем, при храмовых комплексах. Обратите внимание, здесь у нас представлен алфавит. Причём алфавит как иерографический, так и уже наш русский, то есть его транскрипции. Правителем могла быть женщина или только мужчина? Могла быть женщина. Серьёзно? Да. По, скажем так, представлениям египтян, женщина не могла быть правителем. Но они были. То есть правителем мог быть только мужчина, потому что фараон является земным воплощением Тота в образе, голова у него сокола. Рамзес II вошёл в историю тем, что он заключил первый в мире дипломатический договор. Тутанхамон, фараон, прославился, вошёл в историю только тем, что сохранилась вся его гробница. Рядом с мумией Тутанхамонаса был обнаружен трон Тутанхамона. Он, между прочим, из дерева, но был обит листовым золотом. Саркофаг для жреца, то есть это как сейчас бы священника, и саркофаг для царедворца, то есть фактически человека, приближенного к фараону. А в Египте было очень принято мунифицирование животных. Мунифицировали котов, мунифицировали собак, хотя котов в большей степени и даже пернатых существ. То есть фактически в Египте сегодня находят целое кладбище для домашних животных. Анобис – это бог загробного мира. Именно он сопровождал фараона по всем его этапам. С головой Ибиса, кто у нас был, вспоминаете, кто подарил египтянам письменность, тот бог грамотности. С головой Сокола Гор – это сын Осириса, тоже игравший огромную роль в жизни египтян и за многое отвечал. А это бог ОМОН. Организаторы выставки «Скровища древнего Египта» ставили перед собой цель – приблизить людей к тысячелетней египетской культуре. И знаете, посетив выставку, я могу с уверенностью сказать, что им это удалось. Здесь очень загадочно и интересно. Приходите и убедитесь сами. А я же с вами прощаюсь. Пока! Классный час на телеканале «Беларусь-4 Гомель». И мы продолжаем. Яна, скажи, каких знаменитых фокусников ты знаешь? Гарри Гудини, Игорь Кио, Дэвид Копперфельд. Ну, всех известных ты перечислила. А знаешь ли, что первым был Николя Филипп Ледрю? Он выступал под псевдонимом Комю и удивлял публику тем, что придумал женщину-робота с лицом инопланетянки, принимавшей цвет драчков, смотрящего на нее человека. И неужели в 18 веке тема инопланетной жизни была актуальна? Видимо, да. Уважаемые друзья, сейчас мы узнаем все о профессии иллюзиониста. Ведь у нас в гостях руководитель труппы «Калейдоскоп чудес» Гомельской областной филармонии, фокусник Николай Манец и его помощница Ольга Стасинок. Здравствуйте. 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 Николай Николаевич, расскажите нам, как иллюзионист, которого знает вся Гомельская область, есть ли что-то сверхъестественное в фокусах? Или это все же ловкость рук? Конечно, это ловкость рук прежде всего. И не только рук, это ловкость глаз, ловкость тела, ловкость всех других приспособлений, которые использует артист для того, чтобы точно и правильно показать трюк. Как говорил один знаменитый киногерой, ловкость рук и никакого мошенничества. Артисты группы «Калейдоскоп чудес» представляют жанры – иллюзии, манипуляции и дрессуры. Расскажите про них подробнее. Что такое иллюзия? Иллюзия – это работа с предметами, которые представляют собой какие-то громоздкие или не очень громоздкие ящики. Ящики могут быть, это могут быть кубы, это могут быть какие-то другие предметы, с которыми иллюзионист работает исключительно по механике. Здесь не играет большого значения, например, та же самая пластика, не имеет иллюзии. Иллюзия совершенно отличается от манипуляции тем, что манипулятор, он работает больше всего руками. Это отработка пальцев, отработка движений, постановка руки и так далее. А что касается дрессуры, ну, Ольга расскажет, что касается дрессуры сама. Ольга, мы знаем, что вы дрессируете голубей. Это, конечно же, не львы с тиграми, но мне кажется, это очень сложно заставить голубей делать то, что хочет дрессировщик. Расскажите нам. Ну, прежде чем выбрать артистов из стаи голубей, я выбираю самых способных, у которых физические, физиологические данные природные подходят к иному трюку, который я показываю. Например, хождение по лесенке, по мячику, как они ориентируются в пространстве. Ну, наверное, самое сложное в дрессуре – это когда животное привыкает к сцене, привыкает к аплодисментам, к софитам. Голуби, они податливые, потому что они, даже если мы посмотрим в городах, они среди людей, то есть, как бы, это ручная птица. Немножко любви, тренировок с предметом, с которым работает мой питомец, и всё. А формула немножко любви, тренировок и внимания подходит к другим животным? Наверное, да. Но здесь, если говорить конкретно про птиц, то всё, что дано природой – голубь летает, голубь ходит, голубь приземляется. Наверное, вот ближе, вот то, что они умеют природные данные, играют вот здесь такую роль. Если брать собак, то, конечно, это больше тренировки, потому что, как любой спортсмен, так и любая собака, и любую мышцу надо натренировать и поставить её в надлежащее состояние для того, чтобы он выполнял той или иной трюк. Наверное, голуби в студии не случайно. Не могли бы вы нам показать какие-нибудь номера? С удовольствием. 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 вот этот номер мы с тобой будем отрабатывать. Мы его отрабатывали, и этот номер. Потом еще какой-то простой номер он мне показал. Еще какой-то, еще какой-то. У меня собралась небольшая такая программочка. А вот первым номером все-таки был номер с платками. Можете показать? Могу. Показывайте. Давай. Номер с платками. Итак, смотри, будем с тобой? Ну, давайте. Давайте. Смотри. Вот платок. Я его завязываю на узел. Смотри. Дай мне свою левую руку. Есть еще один платок. Я его тоже завязываю на узел. На правую руку? На правую руку. Держи. Сделай руки вот так. Есть у меня еще один платок. Возьми платок в руки. Звязываем еще на один узел. Яна, я правильно делаю? Ну да. Я никого не обманываю? Отпускаем его. Отпускайся, отпускайся. Вот она цепочка из трех платков, правильно? Угу. Посчитаем платочки. Три узелочек. Считаем один. Один. Два. Два. И три. Три. Руки вместе сделай. Вот так. Держи крепко. Держу. Не врань. Теперь сделаем волшебное движение. Вот. Кстати, волшебное движение... Нужна волшебная палочка. Да. Можно взять волшебную палочку. И аккуратно, когда тронутся до платочков. Раз. Два. Все, волшебство произошло? А ты не слышал? Не чувствовал? Вообще ничего. Открой ладошки. Держи, держи. Держи. Смотри. Держи, держи платки. Держи. Держи. А? Один. Два. Три. Это как? Я буду искать подвох. Яна, помогай. Так, смотри. Я тебя сейчас научу. Вот узел. Ну да. Вот узел, да? Да. Дуй на него. Крепко возьми в руку. В одну руку. Крепко. Держи. Узел чувствуешь? Держи. Да, вроде. Вот так. Держи его. Вот еще один узел. Ну да. Дуй на него. Тоже крепко держи в руке. У тебя? Ну да. Два узла. Два платка. Держи. А у меня нет третьей руки. Я его в себя возьму вот так, да? Да. Держи. Две руки возьми вот так вместе. Постирай платочки. Постирай, постирай, постирай. Они станут чище? Я не знаю, чище ли они станут, но если мы их развернем, у меня, например, фокус получился. У меня тоже. Но я не понял, как. И если их собрать вместе, подбросить, и они снова становятся связанными. Браво. Спасибо. Это был мой первый фокус, которому я научился. И когда я его показывал, первый раз в жизни вышел показывать этот фокус, у меня так дрожали ноги, что по штанам это можно было заметить невооруженным глазом, мне надо было бинокля. И это было стартом для того, чтобы все-таки начинать и работать в этом жанре. В эфире программа «Классный час». И у нас в гостях иллюзионисты Николай Манец и Ольга Стасинок. Николай, скажите, без чего не может состояться иллюзионист? И что вообще нужно для человека к этой профессии? Есть какие-нибудь требования? Конечно. Прежде всего желание. Это стоит на первом месте. Большое желание. После этого идет репетиция. Без репетиции иллюзиониста тоже не получит. Но я считаю, не совсем иллюзионист, а манипулятор. Потому что, что касается иллюзии, например, у нас есть иллюзион, который мы очень любим. Он называется «Куп шпаги». Часто показывают? Показываем часто. Для того, чтобы создать большой иллюзион, как это было, например, у Игоря Киво. Я, кстати, работал у него униформистом дней пять. Так вот, я к нему подошел, и после этого пятого дня работы я подошел и говорю, Игорь Милевич, а есть ли я какой-нибудь фокус из того, который вы показываете, иллюзионного, у него полностью программа иллюзионная стояла в цирке, и покажу, сделаю, и сам буду показывать. Что мне за это будет? Он говорит, милый мой мальчик, для того, чтобы ты сделал хотя бы один из этих трюков, тебе надо много-много денег. Потому что на иллюзионы работают целые заводы, целые предприятия, какие-то ученые что-то создают. Особенно в те времена Советского Союза, когда не все можно было запросто купить, что выйдет в магазине, достать. Все это надо было изобретать. Иллюзион надо замерять до каждого сантиметра. Это кропотливый труд тоже. Но здесь, конечно, не нужна особо манипуляция, не нужны особые какие-то дарования человеческие. Для того, чтобы стать или манипулятором, именно артистом, который работает фокус руками, для этого надо, конечно же, титанический труд для пальцев. То есть получается желание, репетиции и труд. Ну, не так уже много. В принципе, можно. Ну, можно, но я вам скажу, что совсем вот у нас в Гомеле, в Гомельской области совсем немного иллюзионистов. Это жалко. Фокусник. Ниша пуста, надо заполнять. Ольга, а как вы считаете, дрессировщиком может стать каждый? Ну, я думаю, что этот человек прежде должен обладать терпением. Вот. И, конечно, любовь к животным. И, как и у иллюзионистов, ежедневный труд. Животные, как и дети. Это забота. Это забота. Да, это забота. Да, прежде забота. Покормить, ухаживать. Убрать. Убрать, помыть, постричь. У нас живут не только голуби. Да, у нас. Ольга. Ольга вообще у нас уникальная барышня. Она умудрилась начинать свое профессиональное мастерство, как дрессировщица, умудрилась дрессировать индюка. Индюка? Да. Я вам скажу, нигде в мире я не видел дрессированного индюка. И вот Ольга с маленькой птички вырастила здоровенного индюка, который знал команды направо, налево, ходил по лестнице, пыжился возле зеркала, он снимал тапки во время выступления, прятал их куда-то, прыгал, как свеча, наверх хватало разные предметы. Это удивительная птица была. Она проработала с нами где-то в районе шести лет, да? Да, семь лет проработала эта птичка наша. Вот. Замечательно. Поэтому надо ухаживать. Сейчас у Ольги собаки. Опять-таки, привилки, стрижки, выгулы и так далее, и так далее. Любовь – это на первом месте, что касается живота. Игорь Кио так сам в шутку расшифровывал свой сценический псевдоним. Киевский известный обманщик. Как вы считаете, а почему зритель любит, когда его вводят в заблуждение? Не знаю, я сомневаюсь, что он это любит. Дело в том, что взрослый зритель, когда видит… То есть он не верит в чудеса. Я так думаю, взрослый человек, не совсем он в это верит. Но он видит своими глазами. Происходит то, чего не может быть. Он начинает ломать голову. Как? Валерьянку пьет, таблетки пьет. Почему так? Почему он меня, мы можем говорить, обманул? Но мы же не обманываем, мы развлекаем. Человек приходит на представление не для того, чтобы раскусить этого фокусника, разобрать его фокус по полочкам, а для того, чтобы отдохнуть, порадоваться, повеселиться вместе с артистами и зрительным залом. Поэтому я не считаю, что это как бы обман идет. Это и заблуждение, да. Это просто развлечение. Это одна из радостей, которую мы можем доставить нашим зрителям. А что бы вы пожелали начинающим артистам? Начинающим артистам, конечно, усидчивости и трудолюбия. У меня есть начинающая артистка, уже моя внучка, маленькая девочка, ей 6 лет. Она пытается повторить, что дедушка делает, какие-то вот трюки. Я говорю, Ксения, если будешь стараться и каждый день понемножечку тренироваться, у тебя все будет хорошо. Ольга, а что бы вы посоветовали юным дрессировщикам? Прежде чем заводить животное, надо очень хорошо подумать, изучить, например, если это касается собаки, какая порода и какие особенности ее. Еще раз подумать, сможете ли вы ее дома содержать. Ну, а я думаю, все остальное – любовь, каждодневный труд. И внимание. И внимание. Все помогут нашим начинающим дрессировщикам. Спасибо за ваши ответы. Нам было очень интересно. А у нас в гостях были артисты группы «Калейдоскоп чудес» Николай Манец и Ольга Стасинок. До новых встреч. До свидания. До свидания. Это программа «Классный час» и мы продолжаем. Ты знаешь, Рома, я порадовалась, когда узнала, что в этом году в Гомеле во второй раз прошел открытый фестиваль детских фольклорных коллективов. Но разумеется, ведь фольклор – это исток любого искусства. Фольклорный коллектив – это всегда очень яркое и запоминающееся зрелище. Это яркие костюмы и влюбленные в свое дело музыканты и исполнители. А если учесть, что в Гомельском фестивале принимали участие детские фольклорные коллективы, то это вдвойне интересно. Согласен с тобой, Яна. Наш корреспондент был там и сейчас вы увидите сюжет. Привет всем. В дни святок я побывал на фестивале «Святло Калядной Зорки». Здесь ребята в течение трех дней будут демонстрировать красоту и глубокий смысл православных традиций музыкального народного творчества. В нашей школе образцовый коллектив – это наша школа «Традиция». Это они родоначальники. Сейчас два коллектива образцовых фольклорных именно подали заявку на третий инструментальный фольклорный коллектив. Ну и в рамках вот такого развития фольклорного у нас родился сначала первый. Он был на уровне школы. Наши ученики – это наша школа «Традиция». Они победители дипломанты первой степени республиканского конкурса. И поэтому мы очень высоко оцениваем шанс. У нас четыре коллектива. Представят, конечно, рождественские песни, «Калядные», «Щадровки». И у нас инструментальный коллектив. Маленькие совсем дети – это начальная школа. Ну, они инструментальную фольклорную музыку представят. Ребятам из тридцатой школы, наверное, больше всех близок и понятен смысл всего происходящего на фестивале. Ведь в своей школе они посещают факультатив «Основы православной культуры». Как давно вы посещаете факультатив «Основы православной культуры»? Ну, уже с первого класса. Девять лет, да. И что дают вам вот эти вот занятия в данном факультативе? Ну, узнать свою историю, традиции, культуру. Как бы православие изучаем, где народился Иисус Христос. Сейчас рождественские праздники. Какие рождественские традиции вы можете нам рассказать? Ну, вот в кругу, допустим, семьи люди делали кашу кучу. Добавляли в неё разные ингредиенты. И когда вот уже само вот рождество было, её передавали по кругу. И каждый человек ел её, ну, одной ложкой, ну, и передавал другим. Дай, поднимай! Ничего, хватит! Поживо, гради! Вы упался, взгляды, весел. И давай ему свадьбе! Только что на сцене вы видели уникальных кукол, которые участвовали в инсценировке. А рядом со мной сейчас находится человек, который дал им жизнь. Это гомельский художник Наталья Чеботарёва. Здравствуйте. Расскажите, как вам удалось сделать кукол именно такими? Ну, нужно было в короткие сроки максимально выразить вот это состояние праздника, такой теплоты. И как-то вот так решили и само вот так навеяло сделать их из ниток. А как долго вы их делали? Ну, примерно вот одна кукла как бы занимала вечер. Ну, как бы не вся кукла, а голова только. А одну куклу связать за вечер? Ну, в голову. Ну, это же очень тяжело, кажется, так. Ну, очень тяжело. Красота, да и жизнь. Зато приятно. Я знаю, что вы вот уже второй раз являетесь членом жюри данного фестиваля. Расскажите о его важности. Такой подход к традициям нашего народа, к народному творчеству. Я считаю, что, может быть, заинтересует именно детей, которые еще не видели такого. Ну, а дети, которые этим уже занимаются, то, естественно, для них нужно и необходимо показывать свое творчество, то, чему они научились, и видеть, как это делают другие. И знать свои традиции – это обязательно вообще для каждого человека. С вами снова мы, Роман Святцев и Яна Менделева. И у нас в гостях библиотекари Николай Скинтиян и Ирина Студнева. Они расскажут о книжных новинках. И посоветуют, что же почитать на каникулах. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем наш обзор с книги «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» автор Сьюзен Кейн. Возможно, кто-то не знает, на всякий случай поясним. Интроверты – это люди, сориентированные внутри себя. Сконцентрированные на собственных переживаниях. Им гораздо комфортнее работать, творить в одиночестве и так далее. Это полная противоположность понятию «экстраверт». И, как известно, в современном обществе давно укоренился такой уклад, исходя из которого построить карьеру, добиться успеха в жизни можно, лишь будучи максимально общительным, коммуникабельным человеком. Нужно уметь преподать себя. Общество всячески поощряет подобное качество, и возникает резонный вопрос – а как быть тем людям, которые не вписываются в эти рамки? Вот, собственно, интровертам. И Сьюзен Кейн убеждает нас в том, что интроверты способны решать жизненные задачи не хуже экстравертов, а в некоторых ситуациях жизненных, именно благодаря особенностям своего темперамента, они могут это делать даже лучше. Среди выдающихся людей очень много интровертов. Стив Джобс, Стивен Спилберг, Джоан Роулинг, Альберт Эйнштейн, Ютон и так далее. Этот список можно до бесконечности продолжать. А для кого все же предназначена эта книга? Только для интровертов? Ну, скорее, да. Это книга для интровертов, для застенчивых людей, которые не стремятся быть в центре внимания, но при этом хотят добиться успеха и остаться с собой, что немаловажно. А почему вы решили порекомендовать именно эту книгу? Эта книга в прошлом году в Соединенных Штатах стала самой обсуждаемой. И в наш век высокого развития технологий, интернет-технологий, когда очень большое внимание уделяется коммуникациям, общению, важно уметь добиваться успеха в жизни, при этом не терять себя. Мне кажется, именно поэтому эта книга будет особенно полезна молодым людям, людям старшего школьного возраста, которые ищут себя, ищут свой жизненный путь. Поэтому приходите в библиотеку, читайте, знакомьтесь. Я думаю, будет интересно. Вы нам с каждой программой приносите все больше книг, которые хочется прочитать. Что у вас дальше? Продолжу я наш обзор. В моих руках книга в эту пору года, наверное, самая актуальная. «Замечательное время зима» авторов Ксении Дрызловой и Настей Слепцовой. Зима у нас длинная, темная, холодная, но с этой книгой она станет радостнее, светлее и теплее. Знаменитый блогер Ксения Дрызлова собрала в этой книге потрясающие интересные идеи игр, разнообразные творческие идеи, интересные традиции, благодаря которым наши зимние, холодные будни станут чуть радостнее, теплее и интереснее. А для какого возраста эта книга? Книга без возраста. Всем тем, кто любит детство, любит творить, любит игру, советуем. Здорово. А что можно в ней найти? Разнообразные мастер-классы и творческие идеи. Например, во что играть на улице зимой или во что играть дома. Потрясающим бонусом является огромный список разнообразных традиций и просто приятных мелочей, которые можно взять на заметку и потом применять в кругу своей семьи или в кругу своих друзей. Хорошо, едем дальше. Что у вас есть еще? Книга «Почему девочки не хуже мальчиков разбираются в математике» и еще 40 историй о человеческом мозге. Книга безумно интересная, ее написал Лоран Коэн, нейрофизиолог французский. Она целиком и полностью посвящена человеческому мозгу, его устройству, его секретам, его возможностям. Я рекомендую эту книгу буквально всем. Что происходит с мозгом, пока мы спим? Откуда берется ощущение дежавю? Ответы на эти вопросы и многие другие здесь можно найти, причем в легкой доступной форме, юмористической форме. Кстати, у нас в классе девочки разбираются лучше мальчиков. И почему же так? Ты прочтешь это в этой книге? Ну да. Сложился стереотип такой давний, что все-таки мужчины лучше разбираются в математике, хотя… Но подробный ответ вы найдете в этой книге, мы не расскажем. Здесь очень много интересных фактов, которые лично для меня стали открытием. И здесь много интересных психологических методик, неординарных достаточно. Вот, например, многие люди интересуются, как улучшить свою память, как можно сделать так, чтобы вот за короткий промежуток времени запоминать большие объемы текста. Здесь описана методика, это экспериментальная психология, как стереть информацию. Это очень интересно, мне кажется. Ой, порой мне это очень необходимо. Ну что ж, это мне очень понравится. А что же у нас осталось на десерт? Это действительно десерт. Я хочу завершить наш обзор. Необычные серии романов-комиксов «Игра в классику», в которой собраны комиксы по известным литературным произведениям мировой классики. Созданы эти книги абсолютно разными художниками, иллюстраторами в абсолютно разных стилях. В моих руках сегодня две книги из этой серии. Это портрет Дориана Грея, Оскара Уайлда, и 451 градус по Фаренгейту, Рея Брэдбери. Мы очень надеемся, что благодаря вот таким вот комиксам наши юные поколения, наши юные читатели смогут поближе познакомиться с мировой классикой, и все-таки разрушить стереотип о том, что классика – это скучно. Мы ждем вас у нас в библиотеке. Обязательно. Расходить, Рома, видимо. Сходим? Огромное вам спасибо за то, что вы пришли, за то, что рассказали про книги, за то, что дали мне стимул сходить в книжный магазин. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Классный час в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель». И мы продолжаем. В студии Роман Святцев. И Яна Менделева. Что это такое? Яна, это мыльные пузыри, а именно пример действия сразу нескольких законов физики. Чего? Ну, например, из-за поверхностного натяжения пузырь принимает форму шара и не лопается, пока летит. И? И еще интерференция световых волн. Интерференция чего? Световых волн. Из-за этого пузыри, когда мы на них смотрим, выглядят радужными. Ну, в принципе, что тебе объяснять, лучше один раз посмотреть. Рубрика «Классный урок» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня вы познакомитесь с одним интересным явлением – с интерференцией света. Мы видим различные физические явления и не догадываемся о том, что, по сути дела, это такая своеобразная лаборатория природы. И в этой лаборатории природы, которая обширная, разнообразная, происходят самые разные физические явления. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Левый верхний угол – это радуга на водопаде Виктория. Вот это, вот это лунная радуга, вот это радуга в лесу, а вот это двойная радуга на картине Рубенса. Скажите, пожалуйста, что объединяет все вот эти фотоснимки, цветовые явления? Человечество стремится улучшить свою жизнь и сделать ее более простой, а без физики мы просто не можем этого сделать. Все вот простейшие предметы, они были созданы благодаря физике. Если взять те же самые лампы, компьютеры, телефоны – это все благодаря физике, благодаря открытиям ученых. Марк Твен сказал следующие слова. «Мыльный пузырь, витая в воздухе, зажигается всеми оттенками цветов, присущими окружающим предметам. Мыльный пузырь, пожалуй, самое изысканное чудо природы. И именно интерференция света поможет вам сегодня объяснить вот это чудо природы. Давайте мы с вами сейчас поговорим конкретно об этом явлении интерференция. Проводим аналогию с механическими волнами. Механическая волна распространяется в пространстве. Посмотрите, пожалуйста, на колеблющийся источник на поверхности воды. Вы видите распространяющуюся механическую волну. Скажите, что вы заметили на этом слайде? Пожалуйста. Очередование минимума и максимума в комплекте. А максимум, по-твоему, это как здесь изображён? Светлая или тёмная полоса? Максимум. Светлая. Спасибо. А тёмная? Соответственно, минимум. Если мы измерим расстояние между двумя светлыми полосами и между двумя тёмными полосами, что это будет за физическая величина? Это будет длина волны. А длина волны – это расстояние между двумя точками, колеблющиеся в одной фазе. В одинаковых фазах. Спасибо. Совершенно верно. Я в дальнейшем планирую связать своё обучение и дальнейшую работу с этим предметом. То есть получить инженерную специальность и в этом русле и работать. Мне очень важно, чтобы вы сейчас заметили некую закономерную или некую особенность, когда у нас имеется два одинаковых колеблющихся источника. Что заметили? Ну, заметна определённая закономерность и чередование светлых и тёмных полос. Всем это видно? Да? Посмотрите, какая красивая интерференционная картина на поверхности воды. Вы видите явно выраженные максимумы и минимумы. Определённая закономерность. Тогда давайте с вами сделаем вывод. Есть два источника. От каждого идёт механическая волна. Они накладываются в пространстве друг на друга. В чём может заключаться явление интерференции? Кто готов поделиться со всем классом своей версией? Маша, пожалуйста. Это две волны, у которых минимум и максимум накладываются друг на друга. Спасибо за вашу версию, но давайте пойдём немножко сначала. Есть две волны, которые в пространстве накладываются друг на друга. Это значит, происходит интерференция. Интерференция – это сложение волн в пространстве. Но устойчивая картина, чередование тёмных и светлых полос не всегда такая устойчивая. Что на это влияет? Посмотрите, пожалуйста. Вот эта вот полоса, она всё время с течением времени остаётся на одном и том же месте. Это достигается только в том случае, когда два источника будут когерентными. Новое для вас слово – когерентные источники. Поработайте, пожалуйста, с определением. Интерференция – это явление сложения конгерентных волн, приводящее к образованию в пространстве устойчивой картины, чередующихся максимум и минимум амплитуд. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого такое же определение получилось. В нашей жизни логика играет огромную роль, и как раз-таки физика учит развивать логику. Вот мы на уроках проходим разные явления, делаем опыты, решаем логические задачи. Вот нам это пригодится в жизни. Предлагаю ответить на вопрос. Свет плюс свет. Что будет? Свет. Ни у кого никаких других версий не возникло. Свет. Что? Два света. Два света. Они пришли синфазно. Молодец. Если мы говорим об интерференции света, сколько у нас сейчас здесь источников света? Очень много источников света. От них идёт свет. Но почему же мир не зебра? Мир не зебра, потому что данное слово интерференции – это искусство пельгента пола. Я вам предлагаю посмотреть на образование интерференции в тонких плёнках. Как вы сейчас сможете объяснить возникновение интерференционной картины в тонких плёнках? Мы видим, что луч падает на отражающие поверхности, отражается от поверхности воды и преломляется в воде, затем отражается от второй поверхности. И когда второй луч выходит из воды, он опять же преломляется, и первый и второй луч, отражённые, будут являться между собой когерентными. Давайте вы сейчас займётесь изучением и разгадыванием вот этой загадки лаборатории природы. Вы сейчас будете изучать мыльный пузырь, с которым игрались в детстве. И вам нужно будет выполнить определённое задание для того, чтобы объяснить, как же меняется окраска мыльного пузыря и на каком физическом явлении это основано. Возьмите, пожалуйста, вашу практическую работу. Так, приступаем к её выполнению. Есть цвета? Нет. Дальше цвета добавляются, потом в момент, когда лопнет, что заметили? Видишь, цвета разноцветные. Что видим? Вы должны были обратить внимание на начало образования мыльного пузыря, сразу ли его стенки становились цветными и почему. Кто готов дать ответ на этот вопрос? Когда мы начинали надувать мыльный пузырь, цвета не изменялись из-за того, что плёнка на поверхности мыльного пузыря была неравномерна. Из-за этого электромагнитные световые волны, проходя через плёнку, изменяли свою разность паза, поэтому не происходила интерференция света. Что потом, Лёша, пожалуйста? При увеличении пузыря изменялся цвет, он становился зеленоватым и фиолетовым. Это было из-за того, что стенки пузыря становились более тонкими и более равномерно распространялись. Из-за этого не было интерференции света. Из урока физики я узнал, что, допустим, когда заряжаешь телефон, нужно доставать сначала зарядное устройство, потом отключать телефон и обязательно его изымать, потому что может быть сопротивление. И из-за этого накапливается электрический ток, что потом сказывается по бюджету. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто наблюдал, что в конце жизни мыльного пузыря добавлялись фиолетовые окраски? Заметили. А в начале, когда он рождался, мыльный пузырь, какие цвета вы наблюдали? Вадим, заметил? Ни одного. Хорошо. Итак, в тонких плёнках наблюдается интерференция света от реального источника. Ну вот даже на примере сегодняшнего нашего урока мы с помощью физики раскрыли тайну мыльного пузыря, его окраска, как она появляется, также радуга и многие остальные явления. Сегодня у нас с вами завершился урок по интерференции света. Вам удалось разгадать одну из загадок лаборатории природы. Это окраску мыльного пузыря. Скажите, пожалуйста, с чем связана окраска мыльного пузыря? Это связано с явлением интерференции в тонкой плёнке. И в каком случае мы наблюдаем интерференционную картину? У нас есть конкретная волна. И условиям конкретной волны что является? Изнаковая частота и разность в пазах. У нас сегодня с вами получился, я надеюсь, увлекательный урок. Я хочу вам сказать спасибо за работу и давайте поаплодируем друг другу. В школе открываются физико-математические классы. Помимо того, что они у нас принимают участие в Олимпиадах, у нас дети ещё тоже побеждают на конференциях научно-практических. И если этот профиль востребован, значит, это интересно детям и мы можем обеспечить им достойный уровень. Это программа «Классный час» и мы продолжаем. На последнем международном турнире по спортивным бальным танцам «Гомель-Опен-2017» одной из пар призёров стали ребята из танцевального клуба «Латина». А именно Юлия Говар и Марк Салапонов. И сегодня ребята вместе со своим тренером, а также заместителем председателя Гомельской областной федерации спортивного танца Эдуардом Сугаком у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Эдуард, мы поздравляем вас и ваш коллектив с победой. Расскажите, что это был за турнир? Это был ежегодный традиционный наш турнир, который мы проводим в Гомеле. Он входит в тройку одних из лучших турниров Республики Беларусь, которые проводятся под эгидой Белорусского Республиканского Танцевального Союза. А собрал на своём паркете лучшие пары из Российской Федерации, Украины, естественно, Республики Беларусь. Это было порядка более 430 выходов на паркетах, где ребята показывали своё танцевальное мастерство. Ребята, а в какой группе вы принимали участие и какую программу представили? Мы выступали в возрастной категории юниора 1 в латиноамериканской и европейской программе. А как давно вы вместе танцуете? Мы уже в паре танцуем примерно 3 года. А вы в паре с самого начала или, может быть, были другие пары? Нет, раньше я занималась в другом клубе. В паральных танцах достаточно часто такое явление, как ротация в парах. Пар постоянно меняется, партнёры с партнёршем производится такого своего рода селекция, где необходимо подобрать пару и по физическим параметрам, чтобы они соответствовали друг другу антрометрическим, вес, рост и так далее. Ну и, соответственно, уровню танцевального мастерства, чтобы создать такую гармоничную пару на танцевальной площадке. А что вы танцуете дольше? Европейскую программу или латиноамериканскую? Мы стараемся уделять одинаковое время и европейской, и латиноамериканской программе. То есть всё то время, как вы танцуете вместе, вы танцевали одинаковое количество времени и то, и то? Да. Как правило, в таком раннем возрасте ребята танцуют все 10 танцев, спортивно-бальных танцев. К ним относятся в европейской программе медленный вальс, танго, венский вальс, квик-степ, фокстрот, в латиноамериканской, самбо, румбо, чача, джайв. Как правило, где-то уже в более старшем возрасте молодёжь пары обычно определяются, в какой программе они более успешны, и то и начинают более скрупулёзно заниматься. Но есть некоторые пары, которые не делают в принципе такого выбора и танцуют все 10 танцев. Универсалы. Ребята, а почему именно спортивные бальные танцы? Почему не, предположим, спортивный хип-хоп? Для меня танцы – это самый красивый вид спорта. Великолепные платья, яркий макияж, стильные прически, зажигательная музыка никого не оставят равнодушными. Хочу сказать просто уже с позиции тренера, да и просто родителя, почему детей приводят в этот вид спорта. На самом деле он, да, один из самых завораживающих, то есть он очень зрелищный. И здесь очень тесно связано и сам спорт, и искусство. В том числе мы получаем, как и в любом другом виде спорта, физические все параметры, которые необходимы. Это и высокая выносливость, и пластика, и скорость движения. Вообще, в принципе, это высококординированный вид спорта. Но помимо этого, эстетически много показателей. Мы видим, ребята, которые занимаются этим видом спорта, они обладают прекрасной осанкой, уверенно себя чувствуют. Но для меня еще не менее важным является то, что они воспитывают морально-этически высокие качества танцоров. То есть, соответственно, кто занимается этим видом спорта, особенно я говорю про партнеров, потому что бытует такой стереотип, что как-то танцы – это не совсем для мальчиков. На мой взгляд, это, наоборот, очень мужской вид спорта, потому что те, кто занимаются, им учатся уважительно относиться к девушке, к своей партнерше. Всегда в паре присутствует такой момент, где возникают различные ситуации, там могут быть и конфликтные, и так далее. И пара обычно учатся, вот как во взрослой жизни, уходить от этих острых моментов. То есть это, в принципе, во многих аспектах очень здорово заниматься этим видом спорта. Эдуард, а как и когда в вашей жизни появились танцы? Ну, было это достаточно давно. Когда я был маленький, и, соответственно, мои сверстники шли записываться в различные спортивные секции, меня бабушка просто притащила в детскую школу искусств. Я очень не хотел заниматься танцами, но вот сейчас с благодарностью вспоминаю это время и тот выбор, который она сделала за меня. Окончил эту школу искусств по классу хореографии и народного танца. Поступил в Белорусский государственный институт транспорта. Там меня отобрали в народный ансамбль танца «Полеский азорь». Это очень известный в нашей республике действующий ансамбль танца под управлением заслуженной деятельной культуры Олега Степановича Коваля, который для меня был первым наставником, который открыл это высокое искусство вообще танца. Скажу по секрету, лично я хореографию не выдержал. Ушел, но потом вернулся в ту же музыкальную школу за балалайкой. Окончил. А теперь вопрос к вам. Скажите, вот Эдуард назвал 10 видов танцев. 10. Какие вам сложнее всего даются? Пасадобль. Для меня Пасадобль сложнее, потому что мне еще сложно показать характер танцу. А для тебя? Для меня также сложным танцем является Пасадобль. Мы не так давно начали его учить, и на мой взгляд он сильно отличается от других танцев латиноамериканской программы по характеру и по технике. А ваш тренер строгий или все-таки не очень? Наш тренер Светлана Сатарева строгая и требовательная. А Эдуард Самуилович добрый. Очень добрый. Дело в том, что на самом деле Светлана Сатарева у нас занимается со спортсменами очень плотно. Это главный тренер нашего клуба. Естественно, хочешь результат, необходимо много требовать от детей. Тут даже, скажем, не столько строго, насколько более требовательный. Конечно, если необходимо получить результат, то ходить просто на занятия – этого мало. Необходимо вкладывать в это много упорства, труда, и только из этого получится что-то. Ну вот вы как соцтренер довольны работой ребят? Безусловно, довольны, когда приносит это определенный результат. Мы радуемся за всех своих ребят, которые участвуют на соревнованиях и побеждают, занимают какие-то места. Но я вам скажу сразу, что это длится очень недолго, потому что на следующий день мы уже встречаемся снова в танцевальном зале, и нам необходимо ставить перед собой новые цели, задачи – идти к ним. Ребята, а в каких серьезных турнирах вам приходилось принимать участие? Может быть, есть какие-то особенные яркие впечатления? Да, конечно, это больше международные турниры, которые проводятся ежегодно в Минске, такие как Capital Cup Minsk, Minsk Open Dance Festival. Ну и, естественно, гомельский турнир для нас очень важен. Что собой представляет клуб «Латино» сегодня и как давно вы работаете с детьми? На сегодняшний момент «Латино» – это один из ведущих клубов города Гомеля. Помимо этого, что мы занимаемся в Гомеле, к нам приезжают дети, даже несколько пар есть из Светлогорска, которыми мы очень гордимся, и они совершают для нас настоящий подвиг, мы считаем, потому что не так уж это и просто за 100 километров приехать на занятия и потом обратно убежать. Мы, в свою очередь, стараемся тоже их навещать хотя бы раз в неделю, чтобы позаниматься уже более плотно. Помимо этого, ребят у нас занимается достаточно много, порядка 150 танцоров. Берем мы детей с 4 лет уже, начиная, работаем с ними уже на протяжении 14 лет. Поэтому у нас всегда построена работа с детьми таким образом, чтобы мы могли индивидуальный подход находить каждому ребенку. Потому что вы сами понимаете, если в 4 года пришел ребенок, соответственно, внимание его сконцентрировать – это просто стоит невероятных усилий. Поэтому у нас в группе, помимо меня, есть еще из числа наших старших помощников 1, 2, 3 человека. То есть мы можем с небольшой группой до 10 человек очень плотно с ребятами заниматься. Это приносит свои плоды, конечно же. А по каким критериям вы отбираете детей или берете всех желающих? Мы берем всех желающих абсолютно. Потому что, еще раз повторюсь, что 4 года – это очень маленькие дети. И, соответственно, первые 2 года их обучения – это такой, я скажу, критический период. То есть многие, конечно, могут уходить, потому что спортивно-балльные танцы – это не такая веселая штука, как может показаться. Это кропотливые, усердные тренировки, много повторений от них, и те же движения, наработка техники и так далее. Мы, конечно, стараемся интерактивно как-то вести занятия с детьми, их немножко веселить, но все же это достаточно сложно для них. А до какого возраста есть предел? Обычно в начале приходят где-то в таком возрасте 4-7 лет. Каждый вид спорта имеет возрастные ограничения. Есть ли такие ограничения на турнирах? Да, конечно. В каждом турнире есть свои возрастные категории. Мы сейчас танцуем в категории юниор-1, но в следующем году мы будем на одну категорию выше, так как марку исполнится 14 лет. Дело в том, что спортивно-бальная танца, я вам хочу открыть такой небольшой секрет, это один из самых долгожителей спорта. То есть танцевальная, спортивная карьера может длиться сколь угодно долго. Вот я вам говорил, что дети приходят 4 года заниматься, да, но на соревнованиях участвуют. Есть такие категории возрастные, они делятся. Значит, самое последнее – это гранд-сеньоры. Это люди, которые выступают на соревнованиях старше 65 лет. И дальше ограничений не имеют никакого. Понятно. То есть есть такая, получается, присказка на паркете всю жизнь. Это совершенно точно. Танцевать можно всегда. А что у вас в ближайших планах? Турниров сейчас очень много. Мы практически каждые 2 недели выезжаем на соревнования. Сейчас был небольшой у нас перерыв в связи с новогодними праздниками. Но уже буквально в конце января мы едем на очередной республиканский турнир в город Минск. И из значимых таких мероприятий это будет в феврале Минск Open Dance Festival. Международный турнир, один из лучших в Республике Беларусь. Дальше будет в марте первый этап чемпионата и первенства Белорусского Республиканского танцевального союза. Также будут поездки у нас и за границу, в Таракай, Литва. Летом, в начале июня мы едем в Вильнюс. Тоже в Литву очень замечательные там турниры. Поэтому график достаточно насыщенный. И надеемся, что наш результат поможет нам добиться больших высот. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что раскрыли несколько секретов. И спасибо за то, что просто пообщались. Спасибо вам. Желаем вам новых красивых номеров и удачных выступлений на турнирах. Спасибо. Напоследок от ребят Румба. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 До новых встреч. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА